Всем привет! Это небольшое видео про ремонт беспроводной мыши, которая внезапно сошла с ума. Горизонтальная и вертикальная оси мышки поменялись местами. При движении мыши влево-вправо курсор движется вниз и вверх, и наоборот. Двигая мышь вниз, курсор движется направо. Сначала я подумал, что это какой-то издевательский вирус, и на всякий случай даже выдернул шнур интернета, чтобы отключить потенциального злоумышленника от управления компьютером. Но, как оказалось, проблема не в этом, и даже не в драйверах. Аналогичное поведение наблюдалось и на другом компьютере. И только развернув мышь влево, ее движения начинают совпадать с движением курсора, но, разумеется, так пользоваться никто не будет. Кто-то напишет, да выкинь ты ее и купи новую. Но эта мышь была в комплекте с такой беспроводной клавиатурой, поэтому я все же решил починить ее. Если кому интересно, название этого комплекта Defender Princeton C935. Давайте разберем и посмотрим, что же с ней случилось. Как вы видите, я уже разок ремонтировал эту мышь. Китайцы в своем репертуаре. Цветовая маркировка проводов на разъеме питания не совпадает с полярностью. Скорее всего, проблема заключается в частично слетевшей прошивке микроконтроллера, а точнее в поврежденной области памяти, в которой хранилась служебная информация, в том числе и конфигурация осей. А произойти это могло из-за отвалившейся ножки вот этого конденсатора. С запаиванием конденсатора проблема не решается. Прошивка уже повреждена нестабильным питанием. Короче, берем и выпаиваем микросхему оптического сенсора. Я не нашел информации о том, как прошивать такие мышки. И где скачать прошивку. Поэтому я просто удлинил датчик с помощью отрезков МГТФ. И повернул его против часовой стрелки. А чё так можно было что ли? И теперь все работает отлично. Метод можно считать рабочим. Конечно, подобный дефект можно было попытаться устранить с помощью специальных программ. Но это неудобно. Да и не исправит работу мыши, например, в графической оболочке биоса. Или при подключении к телевизору. Поэтому такое решение считаю предпочтительным. Чтобы оптический датчик не болтался, его можно зафиксировать термоклеем. Но я этого делать не стал, так как и без этого все работает отлично. Ребят, напишите, если вы сталкивались с подобным дефектом мыши. Я лично такое вижу впервые. Стоило ли ее ремонтировать? Может быть вы знаете более простой способ ремонта? Надеюсь, кому-то это поможет. С вами был Злой Элвис. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok